Конкурс «Профессионал года-2019» стартовал в Ненинском округе. Торжественная церемония открытия состоялась в Телевисточном социально-культурном центре «Престиж». В течение трех дней участники и гости регионального конкурса педагогического мастерства смогут принять участие в различных мероприятиях, мастер-классах и круглых столах на базе Центра ДАР, Ненинского регионального центра развития и образования и Дворца спорта «Норд». Конкурс педагогического мастерства проходит в округе ежегодно. На местах уже прошел так называемый заочный тур. И сейчас в окружной столице начинается масштабная борьба лучших из лучших. В начале мероприятия на путьственный адрес от губернатора Ненинского округа Александра Цибульского. Учительский труд – это не просто профессия, это состояние души. И, безусловно, призвание. Сегодня в этом зале собрались ведущие педагоги Ненинского автономного округа. И, находясь здесь, на сцене, ощущаешь особую энергетику, дух творчества и подвижничества. На этот раз учителя и руководители образовательных учреждений выступают в шести различных номинациях. Заместитель руководителя образовательной организации, педагог-психолог, сердце отдаю детям, учитель-дефектолог. Евгения Шибалова, преподаватель аграрно-экономического техникума, борется за звание преподавателя года. Она активный участник педагогической жизни в своем учебном заведении. Ну, заочно это потребовало определенного времени, необходимо было обобщающий опыт сделать и непосредственно продемонстрировать свой рабочий сайт педагогический. А почему участвую в этом конкурсе? Ну, я вообще активно принимаю участие не только в образовательном процессе, но и все олимпиады профмастерства, профессиональные конкурсы. Мы активно участвуем во всем, и я решила, почему не попробовать себя здесь. Надежда Вольхина, преподаватель из села ОМА, решила попробовать себя в номинации заместитель руководителя образовательной организации. Педагог считает, главное в школьной административной деятельности – понимание своей работы, стремление к самосовершенствованию. Ну, я, в общем-то, морально была готова, потому что в прошлом году участвовал наш директор Людмила Владимировна. Поэтому, ну, она, в общем-то, рассказала, как это происходит, что это надо делать, надо участвовать в таких конкурсах. И поэтому тогда, в этом году меня выдвинули, я дала согласие. Уже сегодня участники конкурса приступают к очной части, проводят открытые уроки, мастер-классы, участвуют в круглых столах. Работу конкурсантов оценивает жюри. Судить профессионалов непросто. Вообще очень сложно решиться на участие в этом конкурсе, потому что, ну, педагоги – люди настолько заняты, и выкроить время, и часто они себя недооценивают. Они, ну, не всегда считают, что они достойны участвовать в таких вот конкурсах. Но на самом деле конкурс очень важный, очень нужный. Здесь будет передан бесценный опыт, тот, который наработан данными участниками, которые в этом году принимают участие. Он будет востребован, он будет использоваться другими. Это очень важно. Учредителями конкурса традиционно выступает Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа совместно с Ненецкой окружной организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Организатор – Ненецкий региональный центр развития образования. Конкурс проводится в целях повышения престижа и профессионального мастерства педагогического работника. Ну и, конечно же, если участники выступают, то они повышают статус своей образовательной организации. В прошлом году в конкурсе «Профессионал года» приняли участие более 50 педагогов из Ненецкого округа. Победителей выявили в пяти номинациях руководитель года, педагогический дебют, учитель родного языка, воспитатель года и учитель года. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».